Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Денис Макраусов отказался делать тату с именем Алены Савкиной. Алена, кажется, продолжает идти по определенному кругу и всех своих возлюбленных старается воспитывать по одному сценарию. Так девушка предложила Макраусову сделать одинаковые татуировки. Алена хотела, чтобы у нее с возлюбленным были одинаковые тату с их именами. Вот только Денис наотрез отказался от такого предложения, заявив о том, что он думает головой, а не одночасовыми идеями. Более того, Макраусов напомнил Алене, чем закончилась подобная идея с предыдущим возлюбленным Романом Макеевым. Но Алену этот факт никак не удивил, поэтому она с обидой сказала о том, что Денис просто не хочет уделять ей внимание и не думает о совместном будущем. Беременная Ольга Рапунцель засветила нежнее белье. В реальном времени Оля и другие участники шоу «Спаси свою любовь» отдыхают на Сейшелах. Жаркий климат заставил будущую мамочку сменить гардероб. Впрочем, мало кто мог подумать, что Оля выберет для себя настолько откровенные наряды. Новость Рафан Рапунцель не скрыл ни ее тела, ни нижнего белья. Оля повернулась к камере пятой точкой и все заметили ее стринги. Кроме того, прозрачный наряд едва прикрыл пятую точку участницы телестройки. Фолловеры обратились к Рапунцель, напомнив ей о рамках приличий. По мнению большинства, Оле следует осмотрительнее выбирать наряды. Ведь она не просто без пяти минут дважды мамочка, но и жена. А Дмитрию Дмитренко вряд ли будет приятно наблюдать за снимками полуголой жены в социальных сетях. Бывший участник Иван Барзиков прибыл на Остров любви. Вернут ли его в участники Дома-2? Пока беременяшки Дома-2 стонут в сети, что сроки их пребывания на Сейшелах могут увеличиться. Из-за коронавируса в рядах Островитян случилось незапланированное пополнение. Застрявший в США из-за карантина бывший участник Иван Барзиков внезапно обнаружился в компании Островитян. Барзиков прибыл на Остров любви. Вернут ли его в ряды участников? Вот в чем вопрос. Хотя многие зрители реалити-шоу прекрасно помнят его натянутые отношения не только с Димой Дмитренко и Ольгой Рапунцель, но и с Майей Донцовой и Алексеем Купиным. Так что с точки зрения жарких эфиров, прибытие Ивана, который не может вернуться в родную страну, как и Настя Статевиат, вполне может привести к череде незапланированных конфликтов. Да и девиц-одиночек там предостаточно, с кем Ваня мог бы строить отношения. Только не опасным ли подарком для создателей Дома-2 и Островитян станет Ваня Барзиков. Алексей Купин опозорился на яхте любви. Поклонники реалити-шоу с нетерпением ждут первых эфиров про каникулы участников проекта «Спаси свою любовь» на Сейшелах. Уже известно, что семью Дмитренко поселили на виллу. Отдельно живет и Степан Менщиков, который сделал предложение Ангелине Монах. Хотя уже были новости, что они женаты. Изредка появляются новости про Сашу Черно, которая мечтает поскорее вернуться в Москву. А вот про Лешу и Майю несправедливо ничего не рассказывают или рассказывать нечего про одну из самых ярких пар Дома-2. Благодаря роману Капаклы зрителям стало известно, как Алексей Купин опозорился на яхте любви. Нет, козу к нему в гости не приводили. После съемок поздней ночью, когда участники отдыхали в компании сотрудников проекта, а также экипажи яхты, Купин бегал по причалу без одежды, прикрываясь одной лишь кепкой. Навряд ли эти кадры попадут в эфиры, но по сети скоро начнут летать фотографии и сравнения Леши с другими участниками шоу, такими как Артем Сорока, Алексей Безус, Николай Должанский. Наверное, это сейшельское солнце так повлияло на Купина. Хорошо, хоть Капаклы показал своим подписчикам, что между проектной жизнью Алексея и тем, что происходит вне камер, большая разница. Илья Яббаров покидает проект. Илья признался, что уже очень устал от отношений с Настей Голд, и она ему даже не дает развиваться в своем бизнесе, а также ему постоянно приходится отчитываться перед ней за то, сколько денег он тратит на своих детей. Поэтому Ябаров сегодня заявил, что его больше ничего не держит на проекте, так как с Настей он расстался и мириться не собирается. Поэтому он покидает телепроект Дом-2, чтобы продолжать развивать свой бизнес. Однако на вопрос от ведущих, какой у него бизнес, Ябаров говорит, что он сам и есть бизнес, так как за его выступление люди готовы платить большие деньги. Хотя нужно понимать, что музыка Ильи понравится далеко не всем, поэтому вряд ли у него много заказов. Конечно, ведущие отговаривают Илью покидать проект, так как он делает очень хорошие рейтинги шоу. Но Илья непреклонен и сказал, что он в любом случае покинет проект, и никто не сможет его переубедить. Поэтому желаем успехов Илье Ябарову в построении своего бизнеса. А как вы считаете, стоит ли Ябарову покидать шоу? Пишите свое мнение в комментариях. Ольга Рапунцель оставила одну Василису на яхте. Оля была крайне увлечена записью видео для своих подписчиков. Рапунцель делала обзор виллы, на которой они живут всей семьей. В комнате Василиса рассматривала карточки с картинками и находилась в окружении игрушек. Сначала Оля в своей манере наигранно порадовалась тому, как Василиса называет картинки на этих самых карточках, а потом вышла из жилья и пошла показывать бассейн. Но на одном бассейне Оля не остановилась. Она прошлась далеко вперед, чтобы показать природу на островах. Но похоже, что Рапунцель забыла о своей дочери, которая сидела все так же одна в комнате. Димы Дмитренко рядом не было. А там лестница, да и все что угодно. Бассейн, в конце концов. Жилье абсолютно не адаптировано под маленького ребенка. Как бы Рапунцель не утверждала, что она любящая и заботливая мать, но на незнакомой территории нельзя оставлять ребенка одного, возмущаются телезрители. Тем более, что в два года малышка не особо понимает, что можно и нельзя, что опасно, а что нет. Но Оле было очень важно похвастаться халявными апартаментами, поэтому о своей дочке она просто не подумала. Андрея Черкасову на УЗИ улыбнулся сын. Андрей Черкасов рассказал своим подписчикам, что он видел на УЗИ своего сына, который ему улыбался. Пользователи назвали Андрея лучшим в мире папой, так как редко кто из мужчин таким образом выражает собственные эмоции. Поклонники семейства с нетерпением ждут появления малыша, потому что уверены, что за малышом и его родителями будет интересно наблюдать. Ведущий с каждым днем все больше ждет отцовства. Андрей Черкасов рассказывает своим поклонникам разные новости из своей жизни и жизни беременной супруги. На днях они делали УЗИ, и Андрей так сильно вдохновился процедурой, что даже заверил, будто на УЗИ видел, как малыш ему улыбался. Это привело Андрея в восторг. Также будущий отец поведал про свои наблюдения за поведением ребенка, пока он находится еще в животе у мамы. Чувствуется, что Андрей ждет встречи с малышом и с трепетом наблюдает за каждым моментом. Например, он заметил, что малыш реагирует на музыку, когда звучит что-то веселое, он всегда бьет ножкой в живот. Подписчики Черкасова пришли в восторг от того доброго и светлого, что он пишет. Они не сомневаются, что из Андрея получится отличный отец. Обычно мужчины сдерживают свои эмоции, но Андрей явно настроен быть положительным папой. С Кристиной они как две половинки, любящие и добрые. Подписчики настроены весьма положительно к будущему родителю. В сети появилось закадровое видео, на котором Екатерина Скалон покидает проект вместе с Ладом Ивановым. Ни для кого не секрет, Екатерине с огромным трудом далось расставание с Ладом, а вот решение молодого человека покинуть проект и вовсе подкосило девушку. Оправиться после случившегося Кате не помогли ни новые ухажеры, ни появление на съемочной площадке поддержки в виде мамы. Судя по всему, личная жизнь Скалон наконец наладилась. После одной из поездок в ночной клуб Катя не вернулась в периметр, и все из-за Иванова. Парочка встретилась без камер и приняла решение дать своим отношениям еще один шанс. Впрочем, возвращаться на проект Влад не стал. В социальной сети облетело видео, на котором Иванов забирает возлюбленную из дома 2. Молодой человек уже дал понять, невзирая на былые разногласия, у них с Катей все замечательно. К слову, сама девушка буквально светится от счастья. Ну а само видео вы можете посмотреть на стене моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании под видео. Татьяна Строкова рассказала всю правду о жизни на острове любви. Очень скоро мы увидим весьма драматичный эфир, в котором всегда уверенная в себе и сильная Строкова будет с трудом сдерживать слезы и прощаться с участниками. Девушка после отпуска приняла решение покинуть съемочную площадку. Возможно, это произошло из-за того, что отношения с Данилом Сахновым подошли к концу. Таня уже призналась, что ей было очень сложно уходить, однако она отлично понимает, что ей необходимо идти вперед и развиваться, что в рамках реалити делать невозможно. Но непрерывно твердить о своей успешности и при этом ежедневно мелькать на ТВ – это одно дело и совершенно другое, когда у тебя статус «бывшие участницы», о которой через неделю уже все позабудут. Вот и принялась независимая Строкова напоминать о себе, что лучше всего сделать, рассказав что-нибудь о Доме-2. Девушка сообщила о том, что остров любви на Сейшелах действительно не нравится практически всем участникам. Что касаемо Тани, ей первостепенно не нравилась рабочая команда на острове, которую сейчас полностью уже поменяли. «Климат абсолютно мне не подходил, очень повышенная влажность, вечно течет косметика, волосы в непонятном состоянии, плюс слабость ощущалась, низкое давление. Вот такие воспоминания оставили мне острова. Сейчас ребята говорят, что там хорошо». Смена редакторского состава поменяла ситуацию. Строкову тут же обвинили в лукавстве. Многие выпускники шоу привлекают к себе внимание, ругая проект. К сожалению, Строкова оказалась среди таковых, хотя сделала это так тактично и завуалированно, что ей не особо свойственно. При этом Таня подтвердила давние слухи о том, что на Доме-2 за кадром все серьезно изменилось. В Тропиках действительно поменяли креативного директора и редакторский состав, что отразилось на графике ребят и процессе съемок. Зрители тоже подметили, что жизнь на острове в любви изменилась, однако желающих туда попасть так и не прибавилось. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова